Валматинская область сегодня простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета Ми-8. Траурные церемонии прошли в Инбекши-Казахском, Кирбулакском районах и в городе Талдыкургане. Тела майора Тимура Кудайбердиева, лейтенанта Аслана Айдбаева и ефрейторов Мираса Жуматаева и Айдына Абдельдинова были доставлены в регион спецборта. В панихиде приняли участие министр обороны Казахстана генерал-майор Нурлан Ермикбаев, военнослужащие Талдыкурганского гарнизона, родственники, представители общественности и руководства области. Напомню, 8 из 13 военных, погибших в авиакатастрофе, жители ЖИТСУ. Тела остальных, сержанта Кайрата Нурсапанова, старшего сержанта Мурата Шарипова, младшего сержанта Асхата Абдулманат, ефрейтора Куаныша Саркытбаева, сейчас находятся на геномной экспертизе. После процедуры опознания они будут преданы земле. Жуматаев Мирас для нас, его родственников, всегда был и остается примером чести, достоинства и патриотизма. Он был опорой семьи. Мы скорбим о потере, соболезнуем и семьям тех, кого постигла такая утрата. Вы знаете, когда такое горе приходит в семью, человек не знает, что делать, поэтому все мои подчиненные, Акимы, жители Алматинской области, стараются быть рядом, помочь, поддержать. Мы, в свою очередь, каждой семье выделяем по миллиону тенге и оказываем всякую моральную и материальную помощь и поддержку. В Бурабайском районе Акмолинска области прорвало дамбу Кенесаринского водохранилища. Как сообщили представители департамента по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел примерно в половине пятого утра в 30 километрах от областного центра. Есть угроза подтопления нескольких улиц Кокшитау, поскольку поток может направиться в речки Шагагалы и Кылшакты, оттуда в озеро Копа. Угрозы подтопления в село Кенесаре не имеется. Вода движется по руслу река Кылшакты в сторону Плотина-Ивановская. Группированы силы и средства в количестве от местных исполнительных органов 40 человек, 5 единиц техники. От управления полицией Бурабайского района 9 человек, 3 единицы техники. От департамента по чрезвычайным ситуациям 3 единицы техники и 130 человек личного состава. По итогам осеннего обследования и сельской бассейной инспекции установлено, что Плотина-Кенесаринская находится в неудовлетворительном состоянии. Департаментом по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области в адрес Акмолинского филиала РГП на ПХВ Казвахоз и сельской бассейной инспекции Акимата-Бурабайского района неоднократно направлялись письма о вскрытии Плотины-Кенесаринской и переводе ее в транзитный режим. В северном Казахстане возникла угроза подтопления сел Кулыколь и Каратал. Они расположены в Олехановском районе. Большая вода стала прибывать со стороны Акмолинской области из-за того, что на Селитинском водохранилище делают сбросы и уровень воды на реке Селиты поднимается. Уже размыло участок основной дороги, ведущей к вышеуказанным населенным пунктам. Теперь попасть туда можно только в объезд. Наблюдаются переливы и на участке трассы возле села Каратал. На месте ЧАЭС создан оперативный штаб во главе с Акимом области. Подготовлен пункт эвакуации населения и вся необходимая техника. В селе Береке, которое здесь рядом, сейчас нет света, потому что из-за наводнения начался ледоход на реке Селите и снесло опору электролинией. В это село пока у нас нет возможности проехать. Думаю, эта проблема решится в ближайшее время. Специалисты электрики уже прибыли сюда. И о событиях в мире. Украинцы сегодня выбирают президента страны. К данному часу явка превысила 16%. Как сообщают СМИ, этот показатель примерно такой же, как и на выборах в 2014. Тогда окончательная явка составила около 60%. Свои голоса уже отдали лидеры предвыборной гонки, шоумены Владимир Зеленский, экс-премьер Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко. По всей стране работают больше 33 тысяч участков для голосования. Они закроются в 8 вечера. За процессом следят свыше 2000 иностранных наблюдателей. Эксперты полагают, что голосование одним туром не ограничится. Победителю нужно набрать больше 50% голосов. А лидер рейтингов Владимир Зеленский, согласно соцопросам, не набирает и 30. Предварительные итоги станут известны в понедельник. Официальные же результаты будут обнародованы до 10 апреля. Президентом Словакии впервые станет женщина. Во втором туре выборов победила правозащитница Зузана Чепутова. Она набрала 58% голосов избирателей. Ее соперник – замглава Еврокомиссии, кандидат отправящей партии Мара Шефович, чуть больше 41%. Отмечу, опыта в большой политике у Чепутовой нет. Она известна как борец коррупции. Во время предвыборной гонки ее поддерживал действующий глава государства Андрей Киско. Свои полномочия он передаст Чепутовой в середине июня. Во Франции прошел 20-й по счету протест желтых жилетов. И снова не обошлось без столкновений с полицейскими. По всей стране протесты собрали 34 тысячи человек. На улицы Парижа вышли порядка 5 тысяч участников. Задержаны десятки активистов, которые, по данным полиции, нарушили запрет на проведение митингов на Елисейских полях. Когда правоохранители пытались разогнать демонстрантов, в них полетели камни и бутылки. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. В остальном юбилейная акция прошла без заметных инцидентов. Магазины, рестораны и припаркованные на улицах автомобили на этот раз не пострадали. Однако желтые жилеты по-прежнему утверждают, что не отступят, пока не добьются смены политического курса в стране. На границе Израиля и сектора газа вновь произошли столкновения. В результате погибли четверо палестинцев, больше 300 получили ранения. Всего в марше приняли участие порядка 40 тысяч активистов. Они требовали вернуть оккупированные территории. По словам израильских солдат, палестинцы бросали в них гранаты и самодельные взрывные устройства. В ответ военные стянули границы тяжелую технику и с помощью дронов сбрасывали на протестующих боеприпасы со слезоточивым газом. Отмечу, ранее ООН осудил Израиль за чрезмерное применение силы в отношении гражданского населения. В Барселоне беспорядки устроили сторонники независимости Каталонии в знак протеста против демонстрации активистов крайне правой партии ВОКС. Эта новая политическая сила выступает за единство Испании. Пока она представлена только в парламенте Андалуссии, но быстро набирает популярность. Обращаясь к единомышленникам, ее лидер заявил, что все сепаратистские объединения должны быть объявлены вне закона ради сохранения целостности страны. Демонстрация, на которую вышли сотни людей, закончилась столкновениями с полицией. Активисты метали в страже камни и палки, поджигали мусорные контейнеры. Чтобы разогнать толпу, правоохранителям пришлось применить силу. В результате пять человек, включая одного полицейского, получили травмы. Семеро участников беспорядков задержаны. Мощный взрыв прогремел на заводе в Китае. Погибли семеро рабочих. Еще пять человек получили ранения. ЧП произошло в восточной провинции Цзянсу. Утром на территории предприятия загорелся, а затем взорвался контейнер, в котором хранили металлолом. Причину произошедшего выясняют. Напомню, 10 дней назад в этой же провинции произошел взрыв на химическом заводе. Трагедия унесла 78 жизней. В Мальте трое подростков-мигрантов предстали перед судом. Нелегалов из Гвинеи и Кодзевуара обвиняют в захвате торгового судна «Эль-Хиблу». На этой неделе они применили силу и вынудили экипаж изменить курс. Как сообщают СМИ, в соответствии с местными законами, это считается террористическим преступлением. Все трое не признали себя виновными. Тем не менее, им грозит до 30 лет тюрьмы. Напомню, инцидент произошел 28 марта. В Средиземноморье турецкое судно спасло больше 100 мигрантов. Когда беженцы поняли, что корабль направляется к побережью Ливии, они захватили танкер и изменили курс в сторону Мальты. Платить за учебу в рассрочку такая возможность появилась у студентов армянских вузов. Этим парламентарии, в частности члены партии «Процветающая Армения», защитили интересы порядка 80 тысяч учащихся. Внести поправки в закон об образовании их побудили участившиеся обращения от граждан с просьбой разрешить оплачивать учебу ежемесячно. Стоимость ее в вузах Армении начинается от 1000 долларов в год. Тем временем уровень безработицы, по прогнозам Всемирного банка, в 2019 году превысит в стране 18%, а уровень бедности может достичь 38%. Это вопрос, помогающий в значительной степени решить социальную проблему людям, которые хотят учиться, но не всегда имеют для этого возможности и средства. Парадокс заключается в том, что колоссальное число работающих людей находится за чертой бедности, официально, неофициально, по факту. Социальная проблематика в стране стоит остро. И возвращаемся к событиям в нашей стране. В столице Казахстана открылся детский сад для социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями. В дошкольном учреждении теперь смогут получать образование малыши с аутизмом, нарушениями слуха, речи и двигательного аппарата. В городе больше 7,5 тысяч таких детей. Дошкольное учреждение готово принимать до 55 воспитанников в возрасте от 2,5 до 7 лет. С малышами будут работать опытные логопеды-дефектологи, психологи, поведенческие аналитики, специалисты ЛФК, мантессори-педагоги и специалисты по биологической обратной связи. Всего порядка 25 человек. Инклюзивный детский сад – это первая ступенька к школе. А если ребенок имеет возможность учиться в дальнейшем школе, он имеет возможность получить какую-то специальность и далее уже получить работу и обеспечивать себя сам. Восемь семей обеспечил жильем бизнесмена Сарсибек Солыбаев в Курдайском районе Жамбылской области. Помимо этого, для своего родного края мужчина построил мечеть, детские площадки и помогает курдайцам с трудоустройством. Сельчане гордятся своими земляками, спонсорскую помощь нуждающимся оказывают и другие предприниматели. На протяжении 10 лет Раяна Бектурова скиталась по квартирам. Съемное жилье ежемесячно ей обходилось не меньше 30 тысяч тенге. Решить жилищную проблему помог местный бизнесмен. Он построил небольшой дом. Для матери-одиночки двоих детей это стало неожиданным подарком. Дом у меня в современном стиле построен. Считается как трехкомнатное. Теплые полы здесь. Здесь очень экономичное отопление. Очень удобно. Мне кажется, каждый бы мечтал иметь такую квартиру. Со мной случилась эта сказка наяву, можно сказать. Я в этом году выиграла счастливый билет благодаря Сарсибек Ага. Таких людей очень мало. Можно сказать, что Казахстан может гордиться такими людьми. Сарсибек Солыбаев для жителей Кордайского района – гордость и пример для подражания. Свой путь он начинал с простого чабана. А как получил образование, проработал госслужащим. После выхода на пенсию мужчина не стал сидеть сложа руки и открыл свое дело. Построил мечеть, детские площадки и восемь домов. Из них пять подарил малообеспеченным семьям в прошлом году. Некоторые даже деньги предлагали. Квартиру дал, хоть половину суммы возьми. Я если дал, я ничего не буду брать. Потому что это чисто от души, чтобы детям моим, братьям, это вернулось с хорошими. Активно помогают в Кордайском районе и многодетным семьям. Например, Айнур Дусеновой подарили современную швейную машинку. Теперь мать пятерых детей мечтает открыть цех по пошиву одежды. А Алтынкуль Мадеевой, местная бизнесвумен, привезла скот. Для ее многодетной семьи, ежемесячный доход которой не превышает 100 тысяч тенге, это стало большим подспорьем. Нам принесли пять баранов. Для нашей семьи это большая поддержка. 10 500 тенге, которые положено, получаю. До года ребенка получаю. И с центра занятости документы сдавала. Тоже получаю пособие. И муж, зарплата есть у него. Но так как студенты у меня учатся и каждый день ездят, у нас не хватает. Специалисты местного Акимата отметили, что в районе провели мониторинг и выявили количество социально уязвимых семей, нуждающихся в помощи. 1615 семей получили государственную помощь в виде адресной социальной помощи, в виде социальных пособий. Создана комиссия по выявлению малоимущих семей, оказавшихся в трудных жизненных и бытовых условиях. Выявлено 42 семьи, которые живут в трудных условиях. С ними сейчас ведутся работы. За последние несколько лет в Кордайском районе меценаты построили 11 домов для нуждающихся. Анастасия Сулейманова, Тимур Силхан, Руслан Хатила, Жамбулская область, Хабар-24. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар-24. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok